В то время как Mercedes-Benz готовится к выпуску обширной линейки электромобилей, компактный EQB, созданный на базе бензинового внедорожника GLB-класса, является одним из первых предложений под новым суббрендом EQ. Предлагается два различных полностью электрических силовых агрегата, причем модели EQB300 развивают суммарную мощность 225 л.с., а модели EQB350 – 288. Полный привод входит в стандартную комплектацию. Как и внедорожник GLB-класса, EQB предлагает просторный салон с высококлассными материалами. Третий ряд сидений доступен, но он очень тесный, и большинству взрослых будет некомфортно. EQB имеет общие компоненты шасси с бензиновым GLB, но значительно тяжелее, что делает его более устойчивым. Во время короткой поездки на EQB350 он показался быстрее, чем GLB250, и на одном уровне Same-G GLB35. На испытательном треке EQB350 разогнался до 100 км в час за 5,4 секунды, что на полсекунды отстает от 302-сильного GLB35, но немного быстрее, чем Audi Q4 e-tron. В EQB используется батарея емкостью 66,5 кВт-час, расположенная под полом, но запас хода зависит от выбранной модели. Более мощный EQB350, как утверждается, обеспечивает 380 км пробега на одной зарядке, а EQB300 начального уровня может похвастаться немного большим запасом хода – 400 км. EQB можно заряжать дома от сети второго уровня или на общественной станции быстрой зарядки постоянным током. По словам Mercedes, при использовании постоянного тока зарядка от 10 до 80% происходит всего за 30 минут. Mercedes перенес салон с внедорожника GLB-класса на EQB с небольшими изменениями, которые помогают отличить его от бензинового аналога. В салоне 5 мест на двух рядах с опциональным вдвижным третьим рядом сидений. Приятно отделанные дверные панели, мягкая кожаная обивка и яркая металлическая отделка – все это придает салону EQB высококлассный вид. EQB, как и другие модели EQ, также имеет прекрасные розово-золотые акценты в интерьере. Добавление аккумуляторного блока несколько увеличивает грузовое пространство, в зависимости от того, как сложены задние сидения. EQB теряет до 5 кубических футов багажного пространства. В салоне EQB установлена новейшая информационно-развлекательная система MBUX от Mercedes-Benz. Она предлагает сенсорный экран, голосовые команды и управление на рулевом колесе для аудио-навигации и других функций. Мы обнаружили, что этот новый интерфейс иногда вызывает недовольство, особенно его слишком восторженный голосовой помощник, который появляется каждый раз, когда вы произносите слово «Мерседес». Навигация предлагает функцию, помогающую водителям легче находить станции зарядки электромобилей. Внедорожник Mercedes-Benz EQB доступен в трех комплектациях по цене от 50 500 долларов.